всем привет я донис мы продолжаем проходить вампира сейчас мы идем в больницу чтобы всех там лечить ну и самим подлечиться надо кровкой то возможно враги все повысились в уровне после того как я поспал что тут вроде не были пятнадцатого все могу ошибаться кстати в убежище пистолет не перезарядил он сам перезарядился ух волколак сзади хорош секундочку второй волколак офигеть это жесть уже пошла какая-то сильный какой сразу так против него по моему дробовик надо за точно что что вытворяешь что хоть жизни немного откуда у нее жизни так крыска женщина шиллинги сложный был волколак последний очень сложные прям так серьезно но против него дробовичок хорош то есть против разных врагов разное оружие действует это неплохо так сюда это куда я выйду так так а а а а а а а а а и что а а а а Да, посложнее стало сражаться. Ну, это хорошо. Шерстяной шарф. Красивый теплый шерстяной шарф с традиционным румынским узором. Кому-то может там понадобиться, пригодится. Еще заданий нет, я его уже выполнил. Так, понятно. Хе? Хе? Уайт-Чапелл-стрит. Родные места уже сейчас будут. Как же я соскучился. Хеминское кровь. Кто-то оставил эти знаки, сделал это делаем. Да. Дела там прям сражаются между собой. Тоби Шин. Винсент Шин. Винсент Шин. Вот так вот, дружок. Ах ты напердел. Старая дубинка. Старая дубинка. Ну, что такое? Что-то как-то странно. Он себя ведет здесь. Мой, Ферни! Не нравится, Ферни! Не нравится, Ферни! Ух! 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 но это была битва это я понимаю засада а типа эти следы кровавые специально для меня оставили только сейчас дошло прикольно так это у нас куда вход сначала тут осмотрим так и не то что я хотел такая крыса гигантская ничего себе здоровенная довольно однообразные все места поэтому сложно вспомнить был я здесь или нет декорации то есть построение само довольно разное вот декорации сами однообразные неужели родное место родная больничка себе в квартиру ой как хорошо от так теперь всех лечить лич будет лечить письмо доктору суонси пембургская больница 14 октября дорогой доктор суонси несмотря на тяжелую ситуацию я вынужден сообщить о недавнем служебном проступке который произошел в пембургской больнице было неопровержимо доказано что медсестра гвинет бреннеган вела себя непрофессионально и тем самым подвергла опасности жизни пациента ни при каких обстоятельствах медсестра не должна ставить диагноз и выписывать лекарства не известив об этом лечащего врача эдгар вы меня знаете я не против личной инициативы если она идет на пользу делу особенно условиях нашего кризиса мы не можем допускать чтобы медсестра ставила диагноз и назначала курс лечения тот факт что пациент выжил не является смягчающим обстоятельством это просто означает что в этот раз нам страшно повезло я требую чтобы виновный был наказан по всей строгости с уважением доктор уэйверли экрейд ага то есть он считает женщин неполноценными вот так вот надо этому экрейду вправить мозги так с уонси можно зайти побеседовать алкай чем же он там занят таким и канат так тут все больные насколько я помню грибник на соки грибин доктор рейд ты нет и смотри-ка грибник миссах чувствую жажду крови все точно так медосмотр а ливью к врачи должны быть периодом ленин и а чё я туплю во переутомление грибник грибник дюни дэни мэл фрэйдом аджон если фьючер сайта а губай милт теперь же головную боль могу лечить Продолжение следует... 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 Ах ты, засранка! Что ж ты творишь тут? Он вернулся на тебя, и ты его убил. Спирай мне твой сарказм, Джонатан. Ты только новше в этом мире. Что значит, мы же вампиры? Мы же вампиры может значить, что он поддержит ее, скажет. Э, мы же вампиры, что-то все в порядке. Или мы же вампиры, мы не можем вести себя так беспечно. Вот это скорее. В конце концов, эта аккаунда была настоящая, была ли она? Ситуация немного ужасная, но не менее. Да. Я не смотрела себя за много лет назад. Мне нужно сказать, что я очень ужасная. В любом случае, я закончил мою обучение, о том, о твоем благословении. Понимаю. Пожалуйста, извините мою обогревательную ситуацию. По обычным условиям, я не позволял бы ни одного видеть меня в этой ситуации. Каза закрыта, господинка. Человек, который принял обучение тебя, у меня, как мы скажем, у меня, не имеет ошибки. Так, кто это? Милый. 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 Удивившийся с удовольствием. Удившийся с удовольствием. Удившийся с удовольствием. Спасибо, Милый. Это точно что я нужна от вас. Вы умерли от твоего благословения, сон а за френд please accept this small token of my appreciation санки мали и view of an inclination to learn more about вам паязу your current situation i will be glad to эйджи веню украсть феналич о боже как только они начинают говорить я прямо расплываясь таю это речь эти голоса это что они говорят эти диалоги божественные серьезно между ними двумя это произведение искусства тени писал эти диалоги настолько красиво звучит эта речь я только что несколько секунд назад был на нее зол только она начала говорить все это исчезло уйдет доктор сванзи allow you to feed on the patients of the hospital доктор сванзи is a good and compassionate man he's trying to find a solution for our hunger until that happens he is clever enough to understand that i only feed upon the dying а то есть он любом случае умирал бы да возможно это выход what do you know about this brotherhood of st paul's stone the brotherhood is well known amongst london vampire society as long as our kind is discrete and as long as they do not interfere we have come to a mutual understanding and no one suspected you of the murders as you well know suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure but you have my word jonathan i take no pleasure in taking a life блин нахожусь под гипнозом ее речи я не могу про нее ничего плохого подумать ну да уж Да уж. Да, я так нескромно ее расспрашиваю. Убеспечные? Типа зомби. Идеальные враги. Которых не жалко. Типа зомби. 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 Продолжение следует... 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 Процесс опасный. Он может даже убить твоего потенциального проживания. Если вы решили, чтобы прожить родственников, они должны пить от твоего крови, Джонатан. Угу. А как я так мог его не запомнить? Я желаю вам поздравить. Для сейчас, моя дядя. Я должен быстро анализировать кровь, который я взял из пациента лекарства. Угу. Хорошо. Проанализируем. Блин, круто, интересно, офигенно. Мне нравится эта девушка. Вообще прикольно. Речь, голос озвучено просто. Пять с плюсом. Тут все диалоги офигенные, но вот именно диалоги с этой девушкой, ну, видно из основной компании, поэтому... Максимальное качество, лучшие актеры. Ну и главный персонаж тоже озвучен на пять с плюсом. Голос этот... Как он разговаривает. Голос этот... Ну, я часть этой боль... больницы. Сколько всего заблокировано. Ну ладно. Голос этот... Голос этот... Они знают сделать died... Не Jazza... Неприч arkadaş вы... НеIGN. Может быть, ты оп 한 счастье. Доктор Рид. Я уверен, что если моя zgern sia Это вот этот окрыт, экрейт, женщин не любит. Силком запихаем. А где про эту самую, про женщину-врача? Ладно. Так, это тоже, по-моему, был. Добрый вечер. Вы нужны, Вайлдер, не возьмите слишком много, и это очень хорошая вещь. Можем. У всех есть сундучки. Видно, если я его убью, кровь выпью, я смогу вскрыть. Все-таки я не понимаю, что значит Locked All Right. Странное какое-то выражение. Типа, оно закрыто, понятно тебе? Вот так вот имеется в виду? Эрготамин. Так, посмотрим. Болезни. Томас Элвуд еще. И Освальд Тэтчер. Головная боль, а у меня есть? Головной боли у меня, по-моему, нету. Головная боль, а у меня есть? 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 Ну, понятно все. Нет, головной боли у меня есть лекарство, кстати. Это самое простое, первого уровня. Я так понимаю, если я не вылечу у кого-то низкого уровня болезни, а следующую ночь или через две ночи она усугубится. Наверное, так. Так, кто тут больной? Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, мистер Татчер. Попробуй обучить себя. Прикольно. Англичане говорят не фак, а фак. Доброе утро. Доброе утро, мистер Блайт. Доброе утро, доктор Рид. Ты делаешь... А, ну тут все. Доброе утро, мистер. Ну ладно. Перелечил? Вообще всех тут перелечил. Потом туда пойдем, полечим. Почему еще сзади такая штучка, видно, значит, что скоро усилится болезнь. Ну ладно, я и так многих вылечил. Пойдем анализировать кровь. М-м-м, бич драконов, нифига себе. Так, а, Брехун? Смотри-ка, я переоделся. Не, такой вид мне больше нравится. Ну, его улучшить, наверное, можно. Сейчас посмотрим. Вразец крови Резвана. Ага, слабая сыворотка выносливости. Величивает скорость восстановления выносливости. Неплохо. Вполне себе. Образец разбавленной свежей крови нужен. Старый, но все еще острый меч, на лезвии которого выгравирована латинская фраза. По легенде был выкован Уэльси. В шестом веке и принадлежал Павлу Аврелиану, основателю братца Святого Павла. Его возраст вызывает сомнения, поскольку в те времена были распространены мечи совсем другого качества и формы. Бич драконов передавался от одного главы братства к другому и использовался на церемонии проводов, когда глава братства отправлялся на бой с врагом. Священный меч был утерян после раскола между братством и стражами Привана в середине 19 века. Обе стороны обвиняют друг друга в краже. Я думаю, если его улучшить, будет топовый. Кровь поглощать или урон? Я думаю, урон. Кровь мы и так поглотим. Не, блин. Меньшает расход выносливости. Выносливости у меня сейчас нормально. Ну, пусть кровь тогда поглощает. Ну, не такой уж он и топовый, как я думал. Моя пила 114 все-таки. Скорость атаки ниже. Не-е-е. Ну, крови немножко. Ну, можно походить, попробовать. О, для левой руки. Старая дубина. Ух ты! Крошечные рукоятки не хватает. 23 пока, да? 28. А будет? Будет 28 тоже. Ну, еще увеличу. Брехун Прозвище Брехун Этот пистолет заслужил шумными выстрелами и своеобразной формой большого дула. Изобретателем, создателем и владельцем пистолета был Карл Элдридж, второй глава Стражи Привина. Это тяжелое, не слишком точное оружие с оригинальным магазином создано, чтобы быстро проделывать огромные дыры в нападающем или убегающей цели. Карл Элдридж требовал похоронить этот пистолет вместе с собой, чтобы застрелиться, если вдруг он проснется вампиром. Во время похорон оружие пропало, и с тех пор его не видели. Во дела. Не понял? Для улучшения нужен брехун. А, я уже улучшил. Понятно. Примерно то же самое будет. Глава 3. История одной семьи. Выявить связь между эпидемией вампиризма и испанским гриппом. Причиной следствия – узнать больше об обведении вампиризма. Я думаю, можно поспать. Вот это прикольная штука. Второй уровень пока не разблокирован. Можно эти всякие, но не хочу что-то. Вот. Кровае копье второго уровня. Нифига себе, 2000 опыта надо. Стоимость дешевле, и урон немножко больше. Ну ладно, выучу. Стоит, конечно, 2000 очень дорого. А, урон от укусов. А че это я не улучшил? Тут 600. Саквояж. Ну, улучшим. О, есть возможность. Тоже 2000, кстати. Урон немножко повышается. Сейчас посмотрим, как мы там повылечивали всех. Следующей ночью. Исчезновение Уайт-Чеппеле. За последние несколько недель без вести пропали десятки людей. Свидетели выстраиваются в очередь, чтобы сообщить полиции о таинственных исчезновениях. Подобное происходит по всей стране. По последние 24 часа подавляющее большинство обращений поступило в участок одного района – лондонского Уайт-Чеппела. Презираемые и ненавидимые всеми Ист-Энд вновь оставлены на произвол судьбы. Несмотря на показательное бездействие властей, многочисленные местные жители все же доложили в ближайший полицейский участок о необъяснимых исчезновениях своих родственников и соседей. Что случилось со всеми пропавшими? Где они? Единственное, что их связывает – тяжелое состояние здоровья и нужда медицинской помощи. До недавнего времени местные получали ее в секретной амбулатории, которую держали неизвестные добрые самаритяне. Теперь же она закрылась. А ее хозяева давно не дают о себе знать. Нашли ли исчезнувшие другую, более тщательно скрытую лечебницу? Может быть, их тайно перевезли в официальную больницу? Рано или поздно Комитету здравоохранения при Совете Лондонского графства придется ответить на эти вопросы. Эвэ. Да, что ж с ними будет? Тяжелое состояние. Я же там полечил столько народа. Торговцы. Важное событие. Угу, понятно. Стабильное. Кто-то позаболевал. Ну, в общем, здоровое состояние. Простуда. Простуда. Так, а тут у нас мигрень, мигрень, анимия. Второй уровень уже анимия. Кстати, похоже, этот и этот. Ну, тут ничего особо не поменялось. Только эта больная. Четырнадцатый уровень. Четырнадцатый уровень. Попробую все-таки взять меч. Бич драконов. Можно повесить, но это уже... Ну, посмотрим, в будущем может повешим. Уже сложно будет столько всего использовать. Кровь-то не бесконечная. А, сделать лекарство. От простуды сколько у меня? Два. От анемии есть? Да, нормально все. От мигрени пусть еще будет. Пипа болеет. Д docку. Night. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak. But I have something important to tell you. This strain of flu. It's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? Музыка какая-то странная, на масс-эффект похожий. Музыка какая-то странная, на масс-эффектах differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation, once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why you, my dear boy! With your expertise and your blood, we could isolate the properties that caused through your veins. Think about the possibilities. I can manage all of them, and then all of them, and then all of them, and then all of them. I admit, it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel cemetery. He's to be buried this evening. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Glass was in the grave. I'll visit the похorоны Mary. This tough time lends me on the rest of my life. This is the end of the series. Thank you, everyone who watched it. See you. See you.